10 декабря 2019 года 2-й западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге начал оглашение приговора обвиняемым по делу в террористическом акте в Петербургском метрополитене в 2017 году, в результате которого погибли 15 человек. Основной фигурант дела, Аброр Азимов, осужден на пожизненный срок. 3 апреля 2017 года, в день совершения теракта, Акбар Жонжи, Жалилов, названный следствием исполнителем, с рюкзаком и сумкой, в которых находились взрывные устройства, вошел в метрополитен на станции Академическое. За полторы минуты до входа на станцию, Жалилов зашел в вестибюль со стороны выхода пассажиров и через стеклянное заграждение наблюдал за сотрудниками службы контроля на метрополитене. Один находился в будке дежурного и следил за турникетами, другой вместо наблюдения за рамками металлодетекторов общался с дежурным, а третий инспектор отсутствовал по болезни, его заменили двумя стажерами. В тот же момент на станции отсутствовал полицейский, его вызвали на соседнюю станцию Гражданский проспект для помощи в оформлении задержанного с мелкой партией наркотика. Позже прокуратура выяснила, что у металлодетекторов был отключен звук. Расстояние от входа в вестибюль до эскалатора Жалилов прошел незамеченным. За полчаса до взрыва, около 14 часов 1 минуты, камеры наблюдения, установленные в метро, зафиксировали Жалилова в переходе на станцию площадь Александра Невского 2. Он был одет в красно-оранжевый пуховик с меховым капюшоном. На голове была синяя шапка, а за спиной рюкзак. В руках у Жалилова других вещей уже не было. Еще раз он попал в объективы камер около 14 часов 3 минут на пути от эскалаторов к станции площадь Александра Невского 1. В 14 часов 21 минуту в крупнейшей городской группе во Вконтакте, посвященной ДТП и ЧП, появилось сообщение об обнаружении на станции площадь Восстания бесхозного предмета. Около 14 часов 28 минут эту станцию и переход на станцию Маяковская закрыли на вход и выход. Как описали очевидцы, к сумке подошли сотрудники правоохранительных органов с аппаратом для поиска взрывчатых веществ. Автор опубликованного снимка подтвердил прессе, что сделал его около 14 часов 1 минуты. Около 14 часов 33 минут произошел взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт. По словам очевидцев, взрыв произошел, когда поезд только отъехал от Сенной площади. Состав дошел до следующей станции и там началась эвакуация пассажиров. По информации очевидца, в это время в вагоне было достаточно много людей, все сидели, многие стояли. Взрыв прогремел между станциями Сенная и Технологический институт. Был оглушительный хлопок, потом резкий запах и дым. Мы сразу же перешли в конец вагона, образовалась давка. Двум женщинам тут же стало плохо и они упали в обморок. Все произошло на ходу, поезд не останавливался. На Технологическом институте все вышли. Мы увидели, что соседний вагон раскурочен, окна разбиты, нет света и кровь. Оттуда вытаскивали людей, кого-то выносили, кого-то придерживали. Пострадавших было много, человек 10-15 точно. Мощность взрывного устройства составила около 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. Самодельное взрывное устройство, обнаруженное на площади Восстания, имело поражающие элементы. Его обезвредили взрывотехники. Это устройство имело дистанционное управление, и при обезвреживании была временно заглушена мобильная связь. Мощность указанного взрывного устройства составляла 1 килограмм в тротиловом эквиваленте. Само устройство было замаскировано под огнетушитель. По данным Минздрава, в результате теракта погибли 15 человек. 10, не считая террориста, скончались на месте взрыва. Еще 5 умерли от полученных ранений в машинах скорой помощи и больницах. Еще 103 пассажира метро пострадали. Из них 55 были госпитализированы. Все они были выписаны к 3 августа 2017 года. В числе пострадавших были граждане России, а также Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана и Латвии. После теракта метро Санкт-Петербурга приостановило свою работу. Для перевозки пассажиров метрополитена использовались более 360 дополнительных автобусов. Перевозка пассажиров метрополитеном полностью возобновилась утром 4 апреля. К ликвидации последствий взрыва МЧС России привлекло более 1 тысячи человек и около 300 единиц техники. Ущерб, нанесенный губ петербургский метрополитен в результате теракта, был оценен в 110 миллионов 538 тысяч рублей. Вечером 3 апреля 2017 года место взрыва посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. У входа на станцию метро Технологический институт он возложил святые в память о погибших. Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с 4 по 6 апреля 2017 года были объявлены в Петербурге днями траура в связи с терактом. Власти Симферополя, города-побратима Санкт-Петербурга, также объявили трехдневный траур. По данным главы Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова, в 2017-2018 годах из бюджета города пострадавшим и семьям погибших было выплачено в общей сложности около 40 миллионов рублей. Почти 35 миллионов рублей было перечислено из федерального бюджета. Еще 53 миллиона рублей выплатил метрополитен. Для поддержки родственников жертв 25 миллионов рублей было собрано силами региональной общественной организации «Прерванный полет». Расходы по организации похорон жертв теракта взяли на себя предприниматели и ассоциации похоронных бюро. Похороны прошли в период с 6 по 11 апреля 2017 года. 3 апреля 2017 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 205 «Террористический акт» и части 2 статьи 222 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Уже на следующий день Следственный комитет обнародовал личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне метро. Смертником оказался уроженец Киргизии, гражданин Российской Федерации Акбар Джон Джалилов, 1995 года рождения. 6 апреля Следственный комитет России сообщил о проведенных совместно с ФСБ и МВД в Санкт-Петербурге и Москве задержаниях 8 подозреваемых по уголовному делу о теракте в метро. Все оказались выходцами из Средней Азии. В Следственном комитете уточнили, что у них были изъяты взрывные устройства, идентичные обнаруженному на площади Восстания, огнестрельное оружие и боеприпасы. 17 апреля в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Одинцовском районе Московской области был задержан 9-й фигурант уголовного дела о теракте, гражданин РФ, выходец из Киргизии Аброр Азимов, 1990 года рождения. По данным ФСБ, он участвовал в организации теракта и осуществил подготовку смертника Акбарджона Джалилова. По версии следствия, подготовившее смертника Акбарджона Джалилова террористическое сообщество было создано на территории Сирии не позднее 2013 года уроженцем Киргизии Серджидином Мухтаровым. 25 февраля 2019 года в Московском окружном военном суде прошли предварительные слушания по уголовному делу о теракте. Первое выездное заседание по существу суд провел в Петербурге 11 марта 2019 года. 10 декабря 2019 года 2-й западный окружной военный суд на выездном заседании в здании 1-го западного окружного военного суда вынес обвинительный приговор по делу о теракте. Аброр Азимов признан виновным в организации и финансировании теракта, приговорен к пожизненному лишению свободы. 10 его сообщников приговорены к лишению свободы на сроки от 19 до 28 лет. 5 апреля 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов метрополитена. По результатам проведенных после теракта проверок метро Петербурга, Ространснадзор выявил ряд нарушений. Позднее в июле 2017 года на четырех станциях петербургского метро проводился эксперимент по тотальному досмотру пассажиров, который привел к образованию больших очередей на вход. 6 апреля 2018 года в силу вступил приказ Минтранса РФ, который разрешил досматривать пассажиров метро при помощи спецсредств, только при срабатывании стационарных металлодетекторов или дозиметров. 22 мая 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом наградил сотрудников петербургского метрополитена, которые проявили мужество при спасении пассажиров во время теракта. Медали за спасение погибающих получил машинист взорванного поезда Александр Каверин, инспектор службы контроля Альберт Сибирских и дежурная по станции Нина Шмелева. 3 апреля 2018 года в первую годовщину теракта в Петербурге прошел ряд мемориальных мероприятий. Панихида в Троицко-Измайловском соборе, возложение цветов у станции Технологический институт, концерт «Музыка против террора» в Большом концертном зале Октябрьский. Метрополитен Петербурга выпустил книгу памяти, в которую вошли воспоминания о погибших, их фотографии, а также записки неравнодушных граждан, которые оставляли их на стихийном мемориале, возникшем после теракта у станции Технологический институт. Городские власти установили памятный знак на месте теракта. Субтитры создавал DimaTorzok